В годовщину Арцахской войны остаются вопросы о возможном большом предательстве, организованном России. Армения пыталась выжить в бою против альянса, состоящего из исторического врага Турции, богатого нефтью Азербайджана и России, которая, будучи до июля союзником Армении, продавала Азербайджану современный вид вооружений на несколько миллиардов долларов. 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана при поддержке турецких советников и джихадистов-наемников из Сирии атаковали населенные и контролируемые армянами Арцах. Мог ли Азербайджан начать полномасштабную войну в регионе, где переплетаются экономические и политические интересы многих стран, хотя бы без молчаливого одобрения региональных игроков, в особенности России и Турции? Возможно такое, чтобы подготовка такого масштаба была неожиданностью для России, северного соседа Азербайджана. Если нет, поступила ли Россия недобросовестно, решив не проинформировать Армению о предстоящей атаке или же не снабдив надлежащим образом армянскую армию? Почему армянские власти не обратились к международному сообществу, в особенности к Вашингтону и Парижу, к двум другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой помочь остановить турецко-азербайджанскую агрессию? Могли ли заставить руководство Армении согласиться с планом, разработанным Россией и Турцией, подобно тому, как это было 100 лет назад? Пока эти и другие вопросы остаются без ответа, будет полезным изучить, что же произошло на самом деле, чтобы установить причины произошедшего. Наблюдения ясно указывают на преднамеренное поражение армянских сил в Арцахе. Около 75% армянской армии не вступили в бой с вторгшимися азербайджанцами и на протяжении 44-х дневной войны оставались в казармах Армении. Аналитик Министерства обороны России Руслан Пухов утверждает, что главной причиной поражения было решение Еревана не явиться на войну. Силы Армении по всей линии обороны Арцаха, кроме Юга, и Армении не предприняли должных мер по контрнаступлению, чтобы отвлечь и перенаправить азербайджанскую армию от их главного южного направления. Ни один склад боеприпасов, дорога или мост не были уничтожены отступающими армянскими войсками. Около двух третей систем ПВО было уничтожено в течение первых часов вторжения. Российская система С-300 была уничтожена на четвертый день войны, другая – в середине октября. Остатки систем противовоздушной обороны Арцаха и Армении, которые с 2016 года находятся под совместным управлением России и Армении, позволили азербайджанской авиации и дронам контролировать воздух Арцаха и даже атаковать территорию Армении. Предложение Washington Post об установке минской группы бесполетной зоны над Арцахом было отклонено армянской стороной. Систематические и крупномасштабные попытки подорвать готовность армянской армии имели место до и во время войны. Самым вопиющим случаем стала покупка у России в мае 2020 года четырех истребителей Су-30М, которые были поставлены без боеприпасов и ни разу не использовались во время войны. Одно из событий, которое имело колоссальное влияние на возможность армии противодействовать врагу в 2020 году, случилось после четырехдневной войны в апреле 2016 года. Армянское правительство отказалось от предложения Израиля о покупке дронов и налаживании производства боеприпасов. Многие другие предложения об оказании военной помощи или снабжении вооружением армянской армии во время войны, как меру противодействия азербайджанскому наступлению на суше и воздухе, были отклонены политическими лидерами Еревана. Недавний арест министра обороны Давида Танаяна и его товарища по обвинению в закупке неисправных вооружений и крупномасштабного хищения является лишь верхушкой айсберга и, несомненно, призван отвлечь внимание от более крупного заговора, преследовавшего цель подорвать готовность армии во время войны. Битва за естественную неприступную крепость, город Шуши, была настолько плохо организована, что этому нет другого объяснения, кроме того, что это была запланированная сдача. Согласно отчетам, азербайджанские войска добрались до окраин города, используя горные дороги, очищенные от деревьев, компанией, принадлежащей главе Службы национальной безопасности Арцаха Камо Агаджаняна, сменившего в 1992 году в годы Первой Арцахской войны свою отцовскую азербайджанскую фамилию Керимов на армянскую фамилию Агаджанян от матери. За исключением последних дней войны власти Еревана кормили общественность Армении диаспоры ложью о том, что ситуация находится под контролем. А человеческие территориальные потери Армении минимальны, тем самым предотвратив массовую мобилизацию в помощь обороняющейся армии. Кроме того, поток информации тщательно контролировался, и любые попытки проинформировать общество о реальной ситуации были опровержены Службой национальной безопасности Армении, и были оклемлены провластными элементами, как попытки помочь врагу сеять панику. Наконец, соглашение, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года, обязывало Армению сдать территории примерно в два раза больше, чем территории, которые на самом деле были захвачены Азербайджаном во время войны. Факт того, что у России не было реальных стимулов выполнять свои обязательства в качестве де-юра союзника и защитника Армении, полностью подтвержден. Более того, подрывая оборону Армении и вынуждая ее проиграть в запланированной войне, Кремль, скорее всего, видит прагматическую возможность воплотить свой план Лаврова по решению арцарской проблемы. Как отметил старший сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, Россия преподнесла победу на блюдечке Азербайджану и Турции и оказалась в Арцахе, разместив в этом важном регионе своих миротворцев. Таким образом, Россия, ничего не потеряв, многое приобрела. Пресловутый российский идеолог и лидер международного евразийского движения Александр Дугин был более тонким в своих высказываниях. Путин и Алиев с таким трудом выстроили модель, которая привела к такому положительному результату трепаку в Карабахе. С огромным трудом. Усилия были просто титанические. Россия готова помогать друзьям. Что Дугин подразумевал, так это ожидаемый шаг в сторону присоединения КДКБ и ЕАЭС. Военные и экономические альянсы, руководимые Россией. Как мы к этому пришли? Неудивительно, что Россия смогла обеспечить капитуляцию Армении и отдать Арцах тому, кто больше предложит. Ведь у России почти полный контроль над Арменией. Парламентские партии, вооруженные силы, разведывательный аппарат, полиция, большая часть экономики. В таких условиях России не нужно много усилий, чтобы получить желаемое от Армении. Но самая интересная часть пазла, как на самом деле Россия это организовала. Недавно бывший коллега Пашиняна раскрыл факт посещения в 2015 году, тогда еще оппозиционного активиста Пашиняна, серии встреч в Москве с оперативниками из Кремля и российскими разведслужбами. Одним из оперативников был Сергей Нарышкин, который в 2016 году стал директором службы внешней разведки России. Любопытно, что близкие отношения Нарышкина и Года Ниссанова, российского олигарха азербайджанского происхождения, были обнародованы недавно независимыми российскими СМИ. Остальное – история. В том числе, как Пашинян в 2017 году стал членом парламента, как сменил Сержа Саркисяна на посту премьер-министра в результате, в кавычках, «бархатной революции» 2018 года, и как при посреднической России 9 ноября 2020 года подписал капитуляцию армянских войск, как молодой оппозиционер без большой партии и опыта управления забрал власть у влиятельного представителя постсоветской номенклатуры и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении, при этом не имея проблем с аппаратом безопасности, который известен тем, что давит любое политическое инакомыслие в зародыше, что на самом деле побудило Сержа Саркисяна уйти с поста без борьбы и передать власть Пашиняну. После капитуляции в 2020 году для многих ответы на эти вопросы стали очевидными. Дипломаты США в Ереване знали, что здесь что-то не так. Они говорили, что не предпринималось никаких действий, чтобы реформировать экономику, чтобы сменить внешнеполитический курс в другую сторону от России или для борьбы с какой-либо важной проблемой. Также дипломаты США были расстроены решением Пашиняна отправить контингент армии Армении в Сирию, чтобы примкнуть к российским войскам. То, что администрация Саркисяна отказывалась делать годами. Все было настолько тщательно скрыто и исполнено, что оперативным работникам США потребовалось больше времени, чтобы понять, что в кавычках «бархатная революция» — это российский заговор с целью избавиться от остатков суверенитета Армении и продолжить реализацию плана Лаврова, оставив при этом ни с чем сопредседателей минской группы. Путин и его стратеги столкнулись с реальностью. Серж Саркисян не смог бы обеспечить процесс, который трио Путин-Саркисян-Алиев запустили, начав четырехдневную войну в апреле 2016 года, и решили заменить его. Кремль мастерски сделал акцент на старом как мир стремлении граждан Армении избавиться от коррумпированных олигархов у власти и использовал того, кто подходит под описание реформатора — молодого оппозиционного журналиста, который преследовался прошлыми режимами, предложив ему кресло премьер-министра взамен на обеспечение плана Лаврова. Через два года, в июне 2018 года, в результате «бархатной революции» Пашинян получает власть в Армении, не сталкиваясь с препятствиями от своего предшественника или России. К удивлению многих, после смены власти Россия продолжала контролировать армию и аппарат безопасности Армении через генералов и аппаратчиков с известными связями с Кремлем, включая министра обороны Давида Танаяна. И только малозначимые министерские должности ушли к молодым, неопытным друзьям Пашиняна. К формированию правительства намеренно не были допущены диаспора и лидеры оппозиции, которые наряду с Пашиняном годами боролись против старого режима и должны были сформировать власть национального согласия. Однако, главной проблемой для Пашиняна и Кремля было то, что оппозиционные лидеры не были друзьями России и выступали за более тесные отношения с Западом. Огромная пропагандистская машина России изображает Пашиняна и его младотурков как глобалистов и сросят. И это сработало, потому как люди жаждали перемен и быстро поверили в эту хорошую продуманную выдумку. Бывший представитель разведки США, хорошо знающий Россию, назвал это стандартным сценарием КГБ. Народ Армении выбрал гнилое яблоко, но не один раз, а дважды, и теперь он расплачивается за это. Пришло время понять это и вернуть нашу страну, сражаясь против того, что все больше похоже на предательский заговор в верхах. Им нужно цепляться за Пашиняна до тех пор, пока он не сдаст остальную часть страны Турецко-Азербайджанскому Союзу.